давно не выходил в эфиры в instagram сделаем на этой неделе прямой эфир делаем на этой неделе прямой эфир про отношения как мы с они решаем всевозможные проблемы и мы делаем оказывается вы очень любите когда я показываю они в stories поэтому давайте готовьтесь я думаю что в четверг проведем про отношения прямой эфир а сегодня а сегодня просто разогрев сегодня просто разогрев сейчас подождем немного пока стрим подтянется да алена тоже пиши обожаешь они в stories да я вот уже сам понимаю что они нужна в stories всем она нравится мне тоже нравится поэтому по возможности показываю ее привет привет кто присоединился виталий алена давайте обсудим что-нибудь важно да сегодня кстати вот прикольно получилось случайно случайно вынес из магазина в кармане но это как обычно пришел за двумя это был хозяйственный магазин пришел за двумя предметами и тут понеслось это надо и это надо я вошел без корзины специально потому что когда я без корзины захожу я меньше набираю и мне нужны были пакеты для мусора и жидкость для стекол а потом началось там кондиционер для белья захотелось понюхать еще что-то поделать я набрал в общем в охапку а пакеты у меня вываливались я их в карман засунул пошел на кассу расплатился продавщица спросила пакетик надо и конечно надо прихожу домой пакет разбирают чем у меня в кармане такое лишнее смотрю эти самые пакеты уволок проверяю чек и это самое смотрю что в чеке этого нет думаю надо идти назад 1 расплачиваться за случайно вынесенный товар а потом интересно получилось пришел в гараж за мотоциклом и там у нас есть такой уголок ну откровенно говоря мы туда в туалет ходим по маленькому в этот уголок и смотрю там двадцатка лежит вот она карма так это работает как у вас настроение и у вас происходит рассказывать четверг часиков в наверное 6 вечера сделаем эфир а может пораньше может четыре отношения настроение отлично очень рад за тебя ален так чем еще такого хорошего рассказать рабочий день прокрастинирую ну слушай если прокрастинируешь может надо отдохнуть у меня лично всегда такая история если я прокрастинирую ну то есть если я делаю все что угодно лишь бы не заниматься тем что нужно то для меня лично для меня это сигнал к тому что я просто уже перетрудился и мне просто требуется отдых и на самом деле не так просто себя настроить на этот самый на то чтобы ничего не делать мне наверное виталий пишет только в проснулся мне наверное на самом деле в этом плане мотоцикл помогает почему потому что ну эндуро это достаточно такая опасная история и тебе нужно быть постоянно включенным в процесс ты когда едешь через препятствия там всякие горки всякие бревна и все и все остальное ты думаешь ну а выживание ты думаешь только о том как тебе проехать это препятствие больше ни о чем не думаешь и вот меня это очень хорошо переключает я в принципе этим и занимаюсь ради того чтобы чтобы отключать голову и мне это помогает иногда я занимаюсь сном на ли он пишет очень много задач организм просит перезагрузку это правда да безусловно обожаю мотоцикл это очень круто меня переключает фигурное катание или поездка на природу ну да тоже своеобразная медитация видите у каждого на самом деле свое тут вопрос в том что мои хорошие знаете очень люди часто там просят дайте какой-нибудь способ как расслабляться как отключаться переключаться и такая ситуация что на мой взгляд нету универсального какого-то способа на мой взгляд надо искать что-то свое что будет работать именно у вас и и это процесс это процесс поиска и самое главное искать и находить вот такие мои мысли на этот счет так друзья поделитесь нажмите на самолетик поделитесь со своими знакомыми этим эфиром чтобы этот эфир посмотрела чем можно большее количество людей это моя просьба во призыв к вам давайте обсудим что нибудь ценное и важное в чем на ваш взгляд я могу вам быть полезен эфир не заправить не запланированный эфир абсолютно не запланированный поэтому без темы просто готов с вами поболтать дружески по отвечать на ваши вопросы если они у вас есть напишите кстати когда в какое время вам удобнее присутствует на эфирах после шести после семьи а не присоединилась они тут тебя это самое твоих поклонников очень много до твоих поклонников много и они хотят чтобы я чаще показывал тебя в stories вот еще ярбол присоединился виталий пишет после семьи ну для меня на самом деле тоже наверно удобнее после 7 да не улыбается друзья поделитесь этим прямым эфиром нажмите на самолетик чтобы этот эфир увидела больше людей и обсудим те вопросы которые вас интересуют юля присоединилась юля кстати очень интересную тему там задала ну я анонсировал что будет прямой эфир про отношения и аюля написала такую важную вещь что сейчас модно и все транслируют что я так и назову эфир сильные мужчины и слабые женщины потому что тут очень много знаете таких вещей которые сугубо личные и сугубо индивидуальные ну типа транслируется что мужчина должен быть сильным а давайте разберемся да а кто такой сильный мужчина и в чем его сила то что он физически сильнее женщины но это по определению да в принципе мужчина по конституции тела своего более сильный а в чем он еще должен быть сильнее в общем эту тему оставим на самом деле на прямой эфир есть у меня что на эту по этому поводу сказать друзья делитесь нажимайте на самолетик делитесь этой трансляции со своими друзьями и знакомыми давайте и пишите свои вопросы давайте что-нибудь полезное обсудим а не просто не просто я вам тут что-то порассказываю сказать вам почему нлпер и больше зарабатывают хотите дать вам ответ на вопрос почему нлпер и больше зарабатывают чем все остальные давайте поднимем какой-нибудь важную интересную тем друзья нажим нажимайте на самолетик делитесь этим эфиром и пусть к нам присоединится больше людей если вы заходили ко мне в stories то сегодня я опубликовал обратную связь от лисан всем привет кто присоединяется давайте сначала про деньги потом про границы смотрите лисан сегодня написала в чате что она была на демонстрации у нас тренинг закончился под конец или под конец июля мы делали технику музей убеждений объясню что это за техника эта техника помогает сменить убеждения но там хитрый способ он заключается в том что ты как бы ищешь новые убеждения в соответствии с твоими целями и нужно сформу сформировать новое убеждение которое тебе поможет достигать твоего результата и у лисан был запрос она хотела зарабатывать 100 тысяч или больше с помощью своих коучинговых услуг ей казалось что это вот прям нереально ну и мы проделали то есть техника музея убеждения она помогает сформировать вас веру вот если вы верите во что то то это в вашей жизни происходит как это работает ну что такое вера чтобы вы понимали вы точно знаете что солнце утром встает а вечером заходит и появляется луна вот вы это точно знаете и новое убеждение она должно обладать такой же энергией если вот очень по простому и вот мы с лисан проработали эту историю и соответственно прошло около месяца и у нее уже доход больше ста тысяч но август еще не закончился поэтому посмотрим к чему она придет в конце августа ну я убеждаюсь в том что на самом деле вот эта комплексная проработка себя комплексная проработка себя очень сильно ну влияет на наши результаты и почему и нал пер и больше зарабатывают потому что нал пер и на самом деле прокачивают себя настолько мощно на обучение все аспекты и отношения и коммуникацию с другими людьми в какой-то степени продажи начинают работать со своим бессознательным и работают над своими убеждениями учатся ставить адекватные цели которые соответствуют реальности разбираются с тем что может мешать со своими привычками и и соответственно благодаря вот такой комплексной проработки психологической себя у людей получаются хорошие результаты потому что люди не просто там медитируют и рисуют карты желаний в этом ничего плохого нету но кроме карты желаний нужно еще предпринимать определенные действия и соответственно благодаря этому у человека начинает в принципе все получаться друзья рад всем кто присоединился поделитесь этим эфиром нажмите на самолетик чтобы этот эфир увидела как можно большее количество людей я сейчас на природе на тренировке но решил с вами пообщаться остыть немного и пообщаться с вами поэтому готов поотвечать на ваши вопросы которые для вас актуальны может быть кто-то меня не знает и вы хотите чтобы я рассказала себе немного тоже можете написать так кто-то мне уже в личку пишет про обучение ребят про обучение можно узнать по ссылке в шапке профиля если вам это интересно можно узнать ссылку можно написать в личку в инстаграм можно написать в личку в телеграм в общем по ссылке в шапке профиля перейдете там есть мой ну такой одностраничный сайт топлинг вы найдете можете со лично связаться можете связаться через инстаграм привет всем кто присоединяется делитесь этим прямым эфиром нажимайте на самолетик пусть настанет больше давайте поотвечаю сегодня на ваши вопросы которые вы мне задаете границы ответственности где где заканчивается моя ответственность и начинается гордыня и самоутверждение ален было бы круто если ты поподробнее описала вот конкретно контекст потому что где заканчивается моя ответственность и начинается гордыня мне кажется ну твоя ответственность заканчивается там где начинается ответственность другого человека и И мы, в принципе, не можем быть ни за что ответственны, что лежит вне зоны нашего контроля. То есть даже за нашего ребенка мы не можем быть полностью ответственны. Мы можем на него влиять, мы можем его воспитывать, мы можем ему помогать. И Елена написала по поводу обучения. Елена, если вы смотрите в прямом эфире, то я вам позже отвечу. Или Марина вам ответит, помощница. Так вот, даже касаемо детей, они тоже имеют свою ответственность. Поэтому вопрос такой. Тут опять же, смотря как мы пытаемся влиять и на кого. Если мы, скажем, стараемся человека не обидеть, то здесь скорее идет речь про гордыню. Что я вот такой вот обалденный и, ну, в общем, такой классненький. Ну, Ален, если бы ты поподробнее написала свой вопрос, я бы постарался тебе помочь разобрать его. Друзья, всем привет, кто присоединился к нашему прямому эфиру. Нажмите на самолетик и поделитесь этой прямой трансляцией, чтобы ее увидело чем можно большее количество людей. Буду рад с вами сегодня пообщаться, поотвечать на ваши вопросы. Если таковые имеются, могу рассказать про курсы на УПИ практик. Какие результаты у людей наступают, если это интересно. Могу не рассказывать про курсы на УПИ практик. В общем, вы сегодня управляете прямым эфиром. Задавайте вопросы, приветствуйте друг друга в чате. Друзья, вы присоединились, напишите хоть пару слов в чате, чтобы мы понимали, что вы живой человек. И вы здесь с нами. Потому что многие присоединяются и просто слушают как радио. Про результаты, пожалуйста, расскажите. Смотрите, на самом деле результаты достаточно комплексные. И каждый участник на курс идет за чем-то своим. У нас есть три основных категории участников. Первая категория – это предприниматели. Вторая категория – это, ну, под предпринимателями я имею в виду тех людей, которые либо занимаются бизнесом, большим или малым, либо занимаются, ну, менеджментом. То есть они находятся на руководящих позициях. Вторая категория участников у нас – это помогающие практики. Психологи, коучи, гипнологи. Это вторая часть. И третья часть людей – это те, кто активно занимается саморазвитием. Просто те люди, которые хотят себя улучшить разных специальностей. И, конечно же, разные люди заходят в обучение с разными целями. Основные сферы, которые люди улучшают – это качество коммуникации. Второе – это качество управления собой. Чем лучше человек может управлять собой, тем лучше он направляет свою жизнь. И, по сути, достигает в любой сфере жизни больших результатов, чем человек, который, ну, скажем, этим не занимается. И, ну, смотрите, вот у нас учился на прошлом потоке Даниил. Какой у него интересный эффект получился? Он даже сам, наверное, не понял. Он достаточно скромный парень. И, ну, такой не особо разговорчивый. И так как он на курсе НЛП-практик был в постоянной практике, в постоянном взаимодействии с другими участниками и прокачивал свои, ну, скажем так, коммуникативные навыки, во время обучения, там, под конец уже, ему нужно было уехать на конференцию. И какое-то время его не было на занятиях. Там три или четыре занятия он пропустил. А затем он вернулся и рассказывает, говорит, «То вы знаете, у меня тут кое-что произошло, я не понял, как это произошло и что произошло». Он говорит, «После конференции я вернулся, и на нашем предприятии была обратная связь. Обсуждали итоги конференции, как все прошло». Он говорит, «Вы представляете, я начал говорить, и меня слушали». То есть для него это был прям очень большой прорыв. Обычно он не сильно говорил и не сильно его слушали. Ну, собственно, потому что он не сильно разговаривал. И мне кажется, это прям вот очень крутой результат для конкретно него. Про Александр уже рассказал, у него увеличился доход. Айваз у нас учился. Айваз, может быть, смотрите. Айваз. Ну, я просто вспоминаю такие яркие моменты, когда у людей прям, ну, такое, знаете, прям озарение было, прям резкое изменение. Айваз очень долго мучился и хотел научиться вставать рано. И он прям целенаправленно работал с этой задачей, и у него получилось начать вставать рано. Очень много людей научаются отстраиваться и отстаивать свои границы. Надя у нас училась, она в Нью-Йорке живет. Она очень круто, мне кажется, прокачала свой такой внутренний стержень, чтобы не впадать в роль спасателя. Чтобы больше сместить центр внимания на себя и на свою семью, чем на то, чтобы заниматься какой-то бесполезной, постоянной помощи другим. И она перестала испытывать вот это чувство вины, когда ты отказываешь человеку, и ты вправе ему отказать. Но раньше Надя отказывала с чувством вины, теперь перестала. И подобных результатов много. На самом деле, друзья, можете зайти на сайт нашего тренинга сертификационного и посмотреть там отзывы. Там ребята, в принципе, достаточно развернуто рассказывают. Всем привет, кто присоединился, друзья. Сейчас рассказываю про курсы НЛП-практик и про результаты участников. Если вам это интересно, делитесь этим эфиром с другими, нажмите на самолетик, пусть этот эфир увидит чем можно большее количество людей. Юль, а напишите, я так понял, что вы рассматриваете вариант пойти к нам на обучение, а напишите, какие задачи вы хотите решить. Многие у нас, кстати, хотели быть, хотят начать, допустим, свою практику как психолог, но боятся, боятся начинать. Вот это, на самом деле, очень частая история коучи, психологи, которые получили образование, отучились и, в принципе, хорошо работают. Вот на курсе же много практики, я же за ними тоже наблюдаю и помогаю, но они не практикуют. Не практикуют, потому что есть какие-то свои внутренние блоки, там модное слово сейчас синдром самозванца и все такое. А как же я? Я еще не, я еще не профессионал, я еще это не могу, еще это не могу. И вообще у меня такое есть убеждение, что сначала надо пройти курс NLP практик, а потом уже идти на обучение коучингу, потому что многие реально коучи не идут в практику, потому что как будто им не хватает инструментов, а на самом деле там не то, что не хватает инструментов, а на самом деле там просто не хватает такой личностной проработки, чтобы человек был достаточно такой структурный, с хорошим, ну, в общем, проработанный, давайте это назовем так. И на курсе NLP практик вы это можете сделать. Вообще большие трансформации, ну, то есть, входит на курс один человек, а выходит из него совершенно другой. Очень много людей начинают работать со своими личными границами, высвобождают за счет этого много себя свободного времени, да и вообще в целом меняется жизнь. И доходы меняются, и здоровье улучшается, и с привычками ребята работают. Такие вот результаты. Друзья, поделитесь этим эфиром с теми, кого вы считаете этот эфир может заинтересовать. Нажмите на самолетик и разошлите приглашение, пожалуйста, чтобы этот эфир увидело можно больше людей. Задавайте свои вопросы. В четверг мы проведем эфир также и здесь в Инстаграме и в Ютьюбе параллельно запустим два эфира про отношения. Поэтому будьте готовы. Давайте в 7 часов вечера. В четверг, по-моему, у меня там по расписанию ничего не стоит. Поэтому буду рад, если присоединитесь. Сейчас Алена написала, отвечу на ваш начат. Вот я часто считаю, что все, что со мной случается, это моя ответственность. Я провокатор любой ситуации. Но ведь есть еще реакции и поведение других людей, и я за них не отвечаю. Все правильно, Алена, ты говоришь. Ты за реакцию других людей не отвечаешь. Вот смотри. Мы, кстати, с Аленой сегодня общались в личке. И у Алены ситуация. Есть две квартиры и один общий тамбур. Аленин сын в старом замке сломал ключ. И Алена взяла за свой счет, поменяла замок. Пошла, купила, еще своего молодого человека напрягла, чтобы поменять замок. И зашла к соседям, объяснила ситуацию и сказала, что вот вам ключ, сделайте себе дубликаты и пользуйтесь. Вместо благодарности соседи начали на нее наезжать и требовать, чтобы Алена пошла за свой счет и им сделала дубликаты ключей. И Алена сегодня мучилась, что правильно ли она поступила или нужно было еще пойти и дубликаты ключей сделать. А соседи Алены не очень, скажем так, обеспеченные люди, но они и ничего не делают для того, чтобы быть обеспеченными. Пожилые два пенсионера и сын, который там уже, наверное, за сорокет, который не работает. И он пришел с наездом, прям, что вы нам должны. Я Алене объяснил одну очень простую вещь, что Алена поступила абсолютно адекватно и правильно. Взяла, ну, тамбур общий, дверь в тамбуре общая. Если уже так подходить, то, ну, замку очень много лет, да, он мог сломаться у кого угодно. Но как могла поступить Алена? Она могла сделать вот что. Она могла зайти сразу, еще до того, как заменить замок к соседям и сказать. Дорогие мои соседи, у нас сломался замок. Давайте складываться и покупать общий замок и платить мастеру за то, чтобы он его поменял. Конечно же, соседи бы на это не пошли. Что могла бы сказать в этом случае Алена? Она бы могла сказать, хорошо, тогда засверливаем замок и оставляем нашу дверь тамбура без замка. Я считаю, что это, ну, два варианта хороших. Можно прийти сразу, сказать, давайте либо вместе делать, либо вместе не делать. Алена поступила третьим вариантом. Она пошла за свой счет, сделала, оповестила об этом соседей и еще дала ключ. Но сказала, что, ребят, сделайте себе дополнительный ключ сами. И вроде как адекватный сосед, он как бы мог бы быть ей благодарен. Но так как сосед не совсем адекватный, он еще Алену и стал обвинять в том, что она сделала много чего. И вот здесь уже, Алена, ты не можешь влиять на их поведение. Ну, вот вообще никак. Ты можешь каким-то образом там строить. Я вот тебе сегодня тоже объяснял в личку, что ты попробовала сделать, и ты в этой ситуации сделала все, что могла. А если они на тебя... Ты еще сказал такую фразу, я переживаю, что я обидела ущербных людей. Да, справедливая фраза. Обидела ущербных людей. Но быть ущербным человеком, ну, скажем так, это тоже выбор. И обижаться это выбор. И ты на этот выбор влиять не можешь. У твоих соседей, у этих людей, у них свой путь. Если у них сын там за 40, и он не работает, то это, скажем так, его проблема. Ну, и в конце концов, если бы они были... Понятно, что разные ситуации бывают. Бывает, нет у людей денег даже сделать ключ. Но можно было в этой ситуации, если бы они к тебе зашли и сказали, Алена, извините, пожалуйста, у нас просто нет денег. Можете ли вы нам сделать второй ключ, мы вам потом отдадим. Или мы вместо вас, не знаю, будем целый месяц наш тамбур прибирать. Или что-нибудь еще. Тут же всегда можно найти выход. А мы вам булочек испечем. То Алена взяла бы и сделала этот ключ. Но так как люди пришли просто тупо с наездом, ты нам должна. Я считаю, что, Алена, ты поступила правильно. Вот такая история. Так, я тоже часто испытываю чувство вины, когда отказываю другим. Всем привет, кто присоединился, друзья. Я тут про вас, про всех рассказываю. Так, у Юли вопрос финансы. Я еще не профессионал. Это тоже про меня. И про отношения вопросы, и про привычки. Работу с собой много надо сделать. Вот смотрите. Работа над собой, она требует времени и вложений в себя. Как можно работать над собой? Можно работать над собой самостоятельно. Но это очень медленно. Ну, я всегда привожу такой пример, что те вопросы, которые вы решите, допустим, в компании психолога за полгода, вы решите самостоятельно за 5 лет. А если говорить про курсы НЛП практик, и если вы идете с намерениями измениться и что-то изменить очень сильно в себе, то за 3 месяца вы измените себя в компании таких же людей, которые тоже хотят меняться под руководством грамотного наставника или тренера. в данном случае в моем лице. Вот такая ситуация с работой. Алена пишет, тамбур они вообще не убирают. Алена, спасибо за ответ, пишет. Да, друзья, люди встречаются разные. Это не значит, что надо их любить или не любить. Это значит, что я так это самое прислушиваюсь. Я просто в лесу, и тут может быть множество, на самом деле, живности. Сегодня я зайца видел. Так, Алена, было бы хорошо вам поставить цель на будущее, достичь того, чтобы у вас не было соседей, с которыми надо что-то делить. Ну, на самом деле, тут такой момент. У Алены достаточно хорошая квартира. Я бывал в гостях у Алены. И менять квартиру только лишь из-за того, что у тебя неадекватные соседи, я бы не стал. А вот границы свои защитить, было бы круто. Вот, кстати, сейчас мне приходят уведомления. Лейсан вчера в чате курса рассказала, поделилась своей новостью о том, что у нее доход изменился, который она себе поставила. И сейчас все участники курса, ну, курс уже закончился, а чат остался. И все участники курса спрашивают у Лейсан, какая была техника, что она делала. И это сигнал к тому, что ребята тоже хотят это улучшить. Мне просто уведомления приходят сейчас, я вижу, что там происходит. А когда планируется старт нового потока курса NLP-практик? 14 сентября, друзья. Есть еще время познакомиться с программой. Зайдите по ссылке в шапке профиля. Выберите там сертификационный курс онлайн. Там стоит дата с 14 сентября. И посмотрите программу. И что там есть из особенностей? Там есть особенность одна хорошая. Есть возможность оплачивать в рассрочку. Там в два этапа можно приобрести курс. Достаточно удобная история. Многие из участников этим пользовались. То есть вы платите сначала первую часть. Получаете сразу доступ. Вот если вы сегодня оплатите, у вас сразу будет доступ к уже записанным видеоматериалам. И вы можете уже начинать их изучать. У нас теория в записи, а практика в онлайне происходит. Это для экономии времени, чтобы мы больше могли уделить время практическим занятиям. Как проходит занятие, расскажу сейчас. Занятие происходит вот таким образом. Вы в свободное время в своем расписании просматриваете теорию, а потом мы собираемся на практику. На практике я очень коротко повторяю теорию, отвечаю на вопросы, если таковые возникли. И, соответственно, провожу демонстрацию данной техники, данного упражнения, чему посвящена эта практика. Потом вы задаете снова вопросы. Потом вы в парах, в тройках, либо в пятерках, в зависимости от того, какое это упражнение, отрабатываете. Потом мы снова собираемся в одной комнате в Zoom. И снова вы задаете вопросы, я снова на них отвечаю и даю какую-то обратную связь. Таким образом поставлены все занятия, 35 таких онлайн занятий. Да, это длительное обучение, но поверьте мне, оно того стоит. Так. Виталий ответил. 14 сентября. Посмотреть можно по ссылке в шапке профиля. Всю программу. Можно связаться с помощницей Мариной. Можете мне в личку написать здесь в Instagram, если какие-то есть вопросы. Разберемся с ними. Юр, а вот если бы я им сделала ключ? Это великодушный жест был? Или гордыня? Что я больше могу, а они нет? Это я моделирую один из вариантов. Ну, смотри, Ален, я тебе уже объяснял. Ты и так сделала много. Смотри, здесь вот кто отвечает за этот замок? Либо никто, либо оба. Ты со своей стороны уже сделала что? Сходила, потратила время, купила. Потом привлекла молодого человека, который сделал. Ты еще тут еще и не оцениваешь работу своего молодого человека. Если бы твой молодой человек был с руками, как у некоторых, и не мог бы это сделать, да? Ты бы еще это платила за мастера. И тут получается что? Ну, что значит великодушный жест? Ты и так уже его сделала. Ты и так уже сделала великодушный жест. Какая гордыня? Так, друзья, как ваше настроение? На многие вопросы удалось ответить. Задавайте еще ваши вопросы. Я смотрю, вы ставите сердечки, циферку 100. О, было бы еще круто, если бы вы делились этой прямой трансляцией со своими знакомыми, нажимая на самолетик. Это будет прям вообще круто. Так. Я тут не один. О, едут мои... Эти самые. Едут квадроциклисты. А я их недолюбливаю. Расскажу почему. Я их недолюбливаю, потому что это самое. Они всегда ездят, у них всегда серьезное выражение лица. Ну, прям очень серьезное. Смотрите. А самое главное, почему я их не люблю, недолюбливаю. Потому что в лесу короче есть такие места, где ну, квадроцикл проезжает и это хорошо. А есть такие места, где проезжает только мотоцикл, там не ездят квадроциклы. И мы там делаем препятствия. Ну, допустим, там упало дерево, мы у него обрезаем сучья. И чтобы это было ну, препятствие для тренировки. Так вот, что делают квадрики. Мы недавно расчистили такую дорожку, которая после урагана была завалена. Но мы ее расчистили специально под под эндуро, под мотоциклистов. И что делают квадроциклисты? Когда нас нету, они приезжают, растаскивают эти бревна, которые мы специально сооружали как препятствия и начинают ездить там на квадриках. А у нас рельеф в Беларуси, ну, такой небогатый для эндуро. В общем, у нас такая, знаете, война. Ну, в хорошем смысле этого слова. Так, Алена, спасибо. Все, я точно поняла, убедилась. Вот отлично. Вот и отлично. Хорошо, друзья. Можете задать еще вопросы, если таковые имеются. По курсам, по консультациям, по просто вашей жизненной ситуации, которую бы вы хотели разобрать. Я, кстати, в последнее время начал еще специально и рельсы записывать вам на этой платформе. Приносят ли они вам пользу? Смотрите ли вы их? Так, друзья, давайте, если в течение еще трех минут набросайте вопросов, еще пообщаемся, а если нет, то уже поеду дальше тренироваться, потому что когда будет эфир в Ютубе. Надь, потому что меня ждет мой коник. Коник меня ждет. Надь, эфир в Ютубе мы будем делать в следующий четверг параллельно два эфира и в Инстаграм, и в Ютубе. В 7 часов вечера будем про отношения делать эфир. Вы, кстати, друзья мои, можете писать в личку мне вопросы, которые вас интересуют в отношениях. Я буду рассказывать, как это у меня устроено и как, ну, наверное, в какой-то степени и мнение свое буду высказывать. Лисан, спасибо. Я, Лисан, тут про вас тоже рассказывал. Я сегодня в поисках ответа пересмотрела кучу рилсов и очень помогло, пока ты ответил. Очень здорово. Коник красивый. Да, спасибо, друзья. Спасибо, что... Так, смотрю, приносит. А что вам больше нравится? Смотреть рилсы короткие или длинные видео на ютюбе? Вот реально. Привет всем, кто присоединяется. Да, Лисан, я рассказывал про вас, что... как вы поставили свою цель и как вы ее достигли. Вот. Мнения разделились. Вон, мои едут опять. Мои лесные оппоненты. Опять едут на серьезных с серьезными лицами. Ладно, не будем тратить время на заднеприводных. Удобнее, коротко и по делу. Ну, видите, тут на самом деле, да, действительно, каждый выбирает что-то свое. Кому-то нравится. Мне просто... Знаете, почему я не очень люблю рилсы снимать, но я над этим работаю. Потому что обычно вот у человека есть вопрос какой-то. Ну, крайне нелегко его в одну минуту уместить. Вот, крайне нелегко. Но я стараюсь. Да и вообще, мне кажется, за одну минуту сложновато чему-то научиться. будем делать тогда много рилсов. Хорошо, друзья, можете задать еще свои вопросы. Готов с вами еще какое-то время пообщаться. Если вопросы есть, то еще минут 10 с вами побуду. А если вопросов нет, то будем завершать прямой эфир. Не забывайте этим эфиром поделиться с вашими близкими и знакомыми. Лисан, вы это самое. Я рассказывал про ваши 100 тысяч и рассказывал, какую технику вы делали. А параллельно смотрю, мне уведомления приходят, что ребята с группы из вашей, они у вас начинают сразу интересоваться, какую технику ты использовала, чтобы этого результата достичь. Я уже прокомментировал эту историю. Видите, как только один человек увеличил доход с какой-то техники, другие люди тоже сразу это хотят. Спасибо, что поделились на самом деле, Лисан. Можете написать Лисан в личку и спросить, как ей это удалось. На самом деле, она вам ничего не сможет объяснить, просто она изменила убеждения и когда, точнее, не то, что изменила, она начала у себя встраивать веру в то, что она это может и благодаря этому она стала видеть больше возможностей и у нее стало лучше получаться. Тут никакой магии, эзотерики нету, потому что конкретно Лисан мы на той сессии демонстрационной встраивали веру в то, что она может зарабатывать сто тысяч и больше. Это уже такая техника продвинутого уровня, это уже в конце обучения мы ее проходили и проводили для Лисанов. и до этого еще было очень много разных изменений. Так, друзья, ну что, смотрю, вы не очень активные. В связи с этим я вас всех благодарю, всех вас душевно обнимаю. Если интересует курс NLP Practic, можете перейти по ссылке в шапке профиля и найти страницу поизучать, как там все устроено. Если у вас есть вопросы, можете прямо в личку мне в Инстаграм писать по возможности либо я, либо помощница ответит. Скорее всего, отвечу я. Либо перенаправлю. И приходите в следующий четверг, который будет уже послезавтра, на эфир про отношения, но я вас попрошу, можете в личку мне прямо здесь в Инстаграм написать те вопросы, которые вас волнуют. Анастасия, доступ к курсу на сколько? Смотрите, там у нас все очень хитро, у вас доступ будет на всю жизнь. То есть, вы проходите регистрацию, оплачиваете, у вас открываются материалы курса, это база знаний, мною записанная, в моем стиле, все очень подробно, легко и просто. и эти материалы у вас остаются навсегда. А с 14 сентября у нас на основе этих материалов теоретических будет практика и будет 35 практических занятий, включая сертификационный экзамен. И каждое занятие из этих 35 устроено следующим образом. Теорию вы посмотрели уже в записи, я очень коротко ее повторяю, потом провожу наглядную демонстрацию с одним из участников, потом вы на основании моей демонстрации задаете вопросы, потом приступаете к самостоятельной работе с участниками группы, либо в парах, либо в тройках, либо в пятерках, в зависимости от упражнения, и затем вы возвращаетесь с практики, это все происходит в одном занятии, я там присутствую в онлайне, мы снова это все обсуждаем, даем обратную связь, делимся результатами, и так проходит очень много занятий, ну, 34 будет посвящено непосредственно изучением техники, практики, а 35 это будет экзамен, а после этого вы присоединяетесь к сообществу видеокурса, где уже наверное порядка 100 человек, и там все люди, которые проходили у меня обучение, либо учатся, и там вы уже остаетесь навсегда, ну, как, я это называю пожизненное, но, наверное, это пока моя жизнь существует, то есть, скажем так, материалы у вас остаются навсегда, а материалы, а записи ваших онлайн занятий у вас будет доступ на год, ну, то есть, лучше ходить на них. Маша, привет, Маша, привет, 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 присоединилась Маша. Маша, знаете, кто такая Маша? Я веду такую внутреннюю номинацию человек, который работал со мной лично и получил самые, наверное, большие или кардинальные изменения в жизни. Так вот, Маша, это Мария Князева, это тот человек, который пока в этом году топ по изменениям. Она прям все изменила в своей жизни, по-моему. Все и достаточно мощно и достаточно кардинально и, по-моему, она от этого счастлива. Научилась ценить себя, научилась защищать свои границы, научилась отстраиваться от созависимости. С Машей мы работали в личке и она просто бомба. Она внешне прям преобразилась очень сильно. Маша выбрасывала эти самые фотки, как она изменилась за год до и после. И, Маш, а заходи в прямой эфир, если можешь, если ты нас смотришь. Тут ребят просят. Маш, давай прям сейчас соединимся с тобой и пообщаемся, расскажешь себе. Так вот, пока Маша отвечает, сейчас попробую Машу присоединить. Она уже отключилась, к сожалению. Попробуем. Сейчас, друзья. может быть, она сейчас присоединится и тоже что-нибудь расскажет. Но у нее прям вообще просто супер. А я, чтобы вы знали, мои личные консультации, они всегда под запись. Ну, то есть мой подопечный всегда имеет возможность получить запись. Мы проводим консультацию, она записывается и потом подопечный получает запись. Ну, это интересно, во-первых, для архива, а во-вторых, чтобы пересмотреть потом какие-то вещи, которые могли просто забыться и пройти мимо. Обычно это дает хороший эффект. смотрели, когда с нашей закончили уже работу, как это было на первой сессии, как она даже внешне выглядела, как она разговаривала и как это было на последних сессиях. Эх, Маша пишет, что не может присоединиться. Давайте попробуем еще раз приглашение бросить. Будем настойчив. Ну, сейчас, если присоединиться, то присоединиться, а если не присоединиться, то я попробую с ней оговорить этот вопрос и сделать специально с ней прямой эфир, потому что она пока среди моих подопечных вообще прям по результатам прям очень круто. Очень круто. изменилось. Так, ну что, друзья, последнее объявление в следующий четверг послезавтра у нас будет в 7 часов прямой эфир и в Инстаграме, и в Ютьюбе про отношения. Можете свои вопросы, которые вас интересуют в отношениях, как это построено у меня, как я решаю подобные задачи в своих отношениях или в принципе у вас есть вопросы по отношениям, пишите, пожалуйста, в личку и на основании ваших вопросов будет построен прямой эфир. Ну да, Маша не может присоединиться сегодня, ну ладно, ничего страшного, пригласим Машу в следующий раз. И пишите в личку вопросы, в общем, про отношения. В четверг проведем прямой эфир. Если заинтересовал курс НЛП-практик сертификационный, заходите по ссылке в шапке профиля, там найдете всю информацию о курсе, либо также можете написать кличку. Был рад всех видеть, всем большое спасибо, всех душевно обнимаю, пойду дальше тренироваться, ну а с вами увидимся уже в четверг, занесите это себе в расписание. А записью этого эфира тоже можете делиться со своими друзьями и близкими. Был рад всех видеть.